Ну, во-первых, это человек, который всегда поддерживал и был поддерживаем всегда Россией. Это взаимоотношения, которые начались не сейчас, они продолжались всегда с этой страной, не только с Чавесом, но и с самой страной. И я думаю, что здесь все очень просто. Ну, это знаете, как есть вот такое понятие, как страны побратимы. Ну, я думаю, что это вот так. Это отношения уже людей высшего эшелона к друг другу. Это такая, знаете, когда два друга, друга по судьбе лидеров, а это судьба лидеров, это отказаться от всего. Но я не представляю, я вот не представляю, как живет наш президент. И я не знаю даже, сколько бы мне нужно было заплатить, чтобы я бы хотя бы полгода решился бы так пожить. Да зачем? Я даже вот здесь с вами стоять не могу. Я не могу пойти в кафе посетить. Я вообще ничего не могу. Я реально, я не знаю, я заключенный с огромным количеством наручников, цепей и всего остального. Жить такой жизнью невозможно. И общаясь вот с такими же людьми, как он сам, по всей видимости, это просто огромная дружба. И акт этой дружбы выливается или вылился в то, что одна из улиц будет носить имя великого лидера. Ну что, это был действительно шикарный человек. Ну дай бог, чтобы по этой улице ходил народ в хорошем настроении. Это лучше, чем возникли бы бары Чавес или, я не знаю, там, Курильный Чавес. Наверное, это все-таки получше. И хороший шаг.